Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я ваш психолог, меня зовут Ксения. Я очень рада, что вы все-таки решились на такой важный шаг и пришли ко мне на консультацию. Это очень-очень важно. Сегодня мы с вами обсудим очень-очень важную тему, я думаю, которая беспокоит не только вас, но и остальных людей. Каждого человека беспокоит. Да, это тема счастья. А если быть точнее, то вот эти необходимые этапы, что нужно для того, чтобы быть счастливым, чувствовать себя счастливым. То есть будет раскрываться также тема наших с вами потребностей, и так как от них зависит наше качество жизни, в принципе, наша с вами жизнь, как мы ее проживаем. Итак, вся наша внутренняя энергия, все наши резервы, вся наша сегодняшняя деятельность, наша самооценка, они напрямую связаны с нашими ценностями, с нашими потребностями. И вот можно построить такой домик, такой этажный, и на каждом этаже, на каждом уровне будет такой фактор, такой перечень, который нас продвигает к ощущению счастья. И вот с каждым уровнем, с каждым этажом, каждая наша реализованная потребность, она дает нам кусочек счастья. И вот эти вот все маленькие такие удачи, маленькие такие реализованные потребности, они решают, они дополняют и решают наше ощущение счастья, насколько мы начинаем чувствовать себя счастливыми в нашей жизни. Давай вот так вот образно нарисуем домик с уровнями, с этажами, да, с нашими потребностями. Здесь мы разместим наши потребности. Так, вообще, в чем мы прежде всего нуждаемся, в первую очередь? Какими являются наши самые главные физические потребности? К физическим потребностям относятся и защита от болезней, защита от несчастий, наши родители, наша семья, друзья, народ, в котором мы живем, наш дом, еда, одежда — это все наши физические потребности. Мы нуждаемся в этом физически. Да, и без чего не может существовать вообще ощущение счастья, что является фундаментом для счастья. Сейчас мы напишем наш фундамент. А нашим фундаментом опять-таки является наше физическое здоровье, чтобы мы могли, нам было что покушать, нам было что одеть, обуть. Это вот такие потребности, без которых мы, в принципе, не можем двигаться дальше по уровням, мы не можем продвигаться дальше без нашего фундамента. Потому что если человек не здоров, если ему нечего надеть, обуть, ему нечего кушать, у него нет крыши над головой, что самое такое необходимое для того, чтобы чувствовать себя комфортно, для того, чтобы чувствовать себя счастливо. Если этого у человека нет, то ни о каком другом этапе речь бы не может. То есть самое основное, самый фундамент — это вот эти вот основные наши физические потребности. итак, запишем его. Еда, одежда, дом, то есть жилье, чтобы у нас было крышечной головой и, естественно, здоровье. Если мы чувствуем себя плохо, если нам нечего кушать, как мы можем думать о чем-то более великом, о каком-то саморазвитии, о каких-то достижениях в жизни, если у нас нет нашего с вами фундамента. итак, самое главное, если вот у вас, у вас ведь есть это все, поэтому вы уже должны испытывать вот это вот чувство счастья. Вы должны быть счастливы, потому что у вас это есть. У вас есть этот фундамент для того, чтобы двигаться дальше. Значит, это первое, да? Второе у нас что? Это наше самосохранение, наше ощущение безопасности, ощущение того, что уверенность, вот какая-то уверенность и стабильность в жизни, в стране, в конце концов, чтобы была уверенность в том, что вот у меня во дворе стоит машина, и с ней ничего не случится, с ней будет все в порядке, что мои дети идут в школу, с ними будет все в порядке. То есть вот такая стабильность и уверенность в безопасности своей собственной и в безопасности наших близких. То есть вот этот вот комфорт, психологический комфорт, самосохранение, безопасность, что у нас будет по третьим пунктам. За два пункта мы прошли, что будет по третьим? Итак, на третьем уровне у нас находится социальный уровень. То есть социальный уровень – это любовь, это принадлежность к социуму. На самом деле это очень важно, и без вот этих пунктов. Мы чувствуем себя порой неполноценными, нам чего-то очень не хватает, нам важно быть необходимыми в социуме, нам важно чувствовать себя нужными, чтобы нас любили, чтобы мы любили. То есть это значит на третьем пункте у нас социальный уровень. То есть любовь и принадлежность, какая-то, возможно, должность в работе, вы делаете, выполняете какую-то полезную работу, вы чувствуете себя нужным, необходимым в семье, своим родным, близким, друзьям. Вы чувствуете себя нужным на вашей работе. Так, сейчас будем продвигаться к четвертому пункту. Так, четвертым пунктом у нас будет это уважение. Уважение, признание, значимость. То есть на третьем уровне мы хотим чувствовать себя нужными. На четвертом уровне мы хотим, чтобы нас еще при этом уважали, ценили за какие-то, возможно, заслуги в работе, за то, что мы качественно выполняем свою работу. То есть уважение, значимость, признание. Сейчас тогда перейдем уже к пятому пункту. А на пятом уровне у нас находится самоуважение. Точнее, там, сделаем пятый. Самоуважение. То есть на самом пятом уровне самоуважение, духовность, творчество. И это у нас самое главное, самое важное для человека. Это всегда саморазвиваться. Саморазвитие очень важно. Всегда развиваться в чем-то, всегда продвигаться, потому что это на самом деле очень необходимо в принципе человеческому сознанию. Потому что когда мы ничего не делаем, у нас нет никаких целей, никаких мечт, никаких желаний. В таком случае мы на самом деле начинаем из-за этого даже больше болеть. так как организм чувствует, будто бы он уже отжил свое. Что уже все, пора как бы уходить. Организм, видимо, выполнял все свои функции в жизни. Ему больше ничего не нужно. Он лежит только на диванчике. И все. В таком случае начинаются болезни, начинаются депрессии. То есть организм потихонечку себя начинает убивать. Да, именно так и происходит. Поэтому нашему подсознанию, нашему мозгу очень важно давать какие-то цели на будущее, лет на пять вперед. Для того, чтобы организм понимал, что ему еще нужно очень многое свершить, очень многое сделать. И ему еще рано умирать, рано уходить из этой жизни. Вот можно для сравнения даже поставить каких-то уже старых, пожилых людей, на которых смотришь, вот они по тричку бегают еще, носятся счастливые, радостные. Все у них замечательно, несмотря на болячки. Все у них хорошо, все у них получается, потому что у них есть цели, у них есть какие-то задачи, которые они еще лет пять собираются как минимум делать, если не десять, куда-то съездить, что-то построить. Они очень активные за счет этого и все у них замечательно, поэтому нужно давать себе установки, давать себе цели, создавать, и тогда будет все замечательно. Но вот все, значит, мы прошли этапы, которые, вот мы, значит, рассмотрели все этапы наших потребностей, которые и создают для нас счастье. И вот самый главный фундамент. Прежде всего, сыт, опут, одет, есть крыша над головой, и ты счастлив. Это нужно просто ценить. Многие не осознают этого, многие не оценят это. Прежде всего, нужно начать со своего здоровья, со своего комфорта физического. Если в этом плане все в порядке, то тогда человек может двигаться по уровням дальше, по этажам, продвигаться все выше и выше. Поэтому, я надеюсь, что наша с вами консультация, наш с вами разговор сегодня вам хоть чем-нибудь помог, дал какой-нибудь стимул, чтобы вы и так же начали ценить то, что у вас есть ваш дом, ваше здоровье. Понятное дело, что никто из нас абсолютно не здоров, у нас очень много болячек, очень много проблем. Это, конечно, да. Но у вас есть ноги, у вас есть руки, и вы можете вести более-менее полноценную жизнь, свержать какие-то подвиги, какие-то цели, ставить перед собой, куда-то идти и наслаждаться этим. Даже просто научитесь наслаждаться прогулками, потому что я знаю людей, у которых отнимало ноги, отнимало руки, и с каким безумным рвением они стремились к тому, чтобы просто иметь возможность ходить, как нормальный человек, ходить по земле, бегать, прыгать. И это огромное счастье на самом деле. Цените это, цените то, что у вас есть, и двигайтесь по уровням дальше, заботьтесь о себе, любите себя, любите других. Всего вам хорошего. И жду вас снова у себя в кабинете психолога на консультацию. Пока-пока.